друзья всем привет хочу поделиться вам одним рецептом который я случайно нашла на одной соцсети в одной соцсети очень мне понравился и я решила попробовать так что вот готовлю продукты которые понадобятся это будут ленивые вареники ставлю воду заранее чтобы она уже была готова и начинаю потихоньку смешивать игры ингредиенты творог из вара тут 400 грамм примерно в этой баночке рецепт 360 ничего страшного сахар добавляю по вкусу буквально полторы ложки соли чуть-чуть ну как кто любит тщательно все перемешиваю отделяю желтки от белков в творог пойду только желтки обычно я в творожнике кладу полностью яйца тут это для меня новинка оказалось чем 2 желтка добавляю так опять все перемешиваю творог был такой пастообразной консистенции бывает творог типа если брать творог именно то он будет жёстче примерно вот около пяти ложек столовых муки но опять же в зависимости от консистенции творога надо смотреть чтобы получилось плотное тесто поэтому я сначала четыре где-то ложки высыпала потом по чуть-чуть добавляла чтобы получился комок теста если творог будет более сухой то возможно и меньше муки надо будет а это достаточно влажный был ну остатки муки вот высыпала на стол и решила продолжить формирование комка на столе ну вот муки вся мука ушла и я еще чуть-чуть добавляла потом чтобы тесто не прилипало ну все зависит от того как вы почувствуете свое тесто так разрезала на четыре части делаю вот такие вот колбаски ну как обычно еще чуть-чуть муки не хватило стало липкое тесто то есть зависит от все таки от как вы сами почувствуете вода в это время уже закипает потихонечку чуть-чуть присолила воду и нарезаю колбаски на вот такие маленькие кусочки у меня нет такой специальной штучки которая делит тесто вот ножом но заметила что просто нажимать надо ножом не резать резать не режется а вот так если просто нажимать то очень хорошо делится тесто вот эти тесто на маленькие кусочки немножко так формирую их чуть-чуть чтобы они не липли так вода закипела половину тесто я бросаю воду чуть-чуть помешиваю и жду когда закипит как только одни всплывут их сразу надо доставать не ждать чтобы они варились так масло поставила в микроволновку чуть-чуть растопить масло по вкусу не зависит можно вообще не добавлять масло вот масло у меня растаяло теперь я беру сгущенку сгущенное молоко это для соуса так тем временем помешиваю вот они только-только всплыли их сразу надо доставать иначе они развалятся в принципе нужно только немножко чтобы схватилась мука и яйцо потому что творог готовый и сильно варить не надо чуть-чуть поливаю маслом может если кто-то не хочет или меньше калорийно то можно не поливать масло вот так вкуснее нам добавляю вторую порцию в кипящую воду чуть-чуть размешиваю сейчас они будут вариться немножко прибрала муку здесь со стола и начала смешивать соус соус очень вкусный сметана тоже по вкусу все примерно и сгущенка я никогда такое не пробовала первый раз мне очень понравилось получается не просто сгущенка и не просто сметана а именно вот такой крем он очень нежный единственное что надо очень долго размешивать может быть с миксером у меня миксера нет поэтому я ложкой очень достаточно интенсивно размешивала в принципе все готово можно пробовать сейчас вторая партия варится доваривается уже сейчас уже будет готово все будем пробовать что у нас получилось я никогда так не делала вот все готово добавила соус сварила себе кофе очень вкусно приятного аппетита в принципе это это я Продолжение следует...